Ярмарка-фестиваль мастеров Абхазии открылась в Новом Афоне. Приурочено мероприятие к празднованию дня рождения первооткрывателя новоафонской пещеры Гивисмыр и посвящено его памяти. Второй год подряд на территории культурного центра имени Гивисмыр проходит ярмарка, концерты и другие культурные события, которые привлекают внимание как местных жителей, так и гостей Абхазии. По мнению участников ярмарки, такие мероприятия необходимы не только для продвижения торговли или как реклама. Ярмарки становятся центром культурной жизни, привлекают и приобщают молодежь к народным ремеслам и современным видам рукоделия. Во-первых, мы продаем, мы хотим заработать тем, что мы делаем сами. Плюс ко всему, что дети видят, что можно что-то делать, и это красиво, по крайней мере. Не только хлебом насущным, как говорится. Поэтому надеюсь, что так, что это все будет процветать у нас. Светлана Новикова – мастер ботанического окрашения. Она окрашивает щелковые платки, футболки, шерсть натуральными красителями. Орнамент наносит с помощью природных средств, листьев и цветов. По словам Светланы, изделия, изготовленные таким способом, пользуются популярностью, даже несмотря на немалую стоимость. Я первое время шила сумки, вот с чего начала, сумочки шила. И эти сумочки, я вижу, живут уже лет пять, допустим, да, и с ними не расстаются. Вот сегодня пришли, купили те, которые покупали сумку, купили сегодня шар. Вот, поэтому я надеюсь, что это все будет дело процветать. Есть поклонники и у керамики. По словам мастера гончарного дела Сабины Ахиба, если раньше людей больше интересовали готовые изделия, то сегодня все больше молодежи стремится научиться делать керамику самостоятельно. Когда я начинала, она была не популярна, а сейчас люди интересуются и даже интересуются самим это попробовать. То есть сейчас в основном молодежь, она интересуется тем, чтобы попробовать что-нибудь с руками поделать. И как бы есть интерес, есть спрос. Все эти кружки, миски, шкатулки вылеплены на гончарном круге и раскрашены вручную. Каждая уникальна по форме. Сабина мечтает, что в скором времени посуда ее производства будет востребована в абхазских кофейнях. В планах у меня есть сотрудничество именно с кофейнями, потому что, мне кажется, моя работа веселая и хочется, чтобы люди пользовались ей и видели, что это сделано у нас в Абхазии, что это не покупная керамика и не заводская. А именно у нас в Абхазии сделано моими руками и немножко себя отрекламировать, посотрудничать. Если в дальнейшем будет все хорошо, я бы не только с одной кофейней, может, с ресторанами какими-то. Если получится, конечно, хотелось бы немножко расширить. Не только на ярмарках участвовать, а вот сотрудничать с другими предприятиями. Чтобы поучаствовать в новоафонской ярмарке, мастера ручной работы приезжают и из ближнего зарубежья. Вот эти медные украшения прибыли из Сочи. Ирина Лактионова второй год подряд привозит свою продукцию. Несмотря на все перипетии, связанные с пересечением границы. Чтобы познакомить абхазскую публику с результатом своего довольно сложного технологически творчества. Это называется метод гальванопластики. То есть покрывается настоящий природный материал. Ракушки, дерево, цветы, листочки покрываются медью, электрохимическим путем. Даже есть насекомые. Когда я говорила, что еду в Новый Афон на фестиваль, даже не проверяли ничего. И все желали удачи. А Ольга Прокопова завсегда-то ярмарок. Сегодня она здесь с саженцами декоративных растений. Ее товар рассчитан не на туристов, а местных жителей. Вывозить саженцы за границу нельзя. Но и в Абхазии сегодня большой спрос на декоративные растения. Так как все больше местных жителей стремятся украсить свои дома, придомовые территории, гостиницы и гостевые дома. Ольга всегда подскажет, какое растение, где лучше высадить и как за ним ухаживать. Ну, флагманы у меня это бугенвилия, гортензии, лаванда. Это то, что сейчас вот прям мне доставляет очень большое удовольствие. Бугенвилии есть и выращиваемые у нас в грунте, в нашем климате. И тропические, которые контейнерное озеленение. Ну, входные группы можно украшать, потом заносить их нужно на зиму. И они зимой тоже цветут в помещении. Собрать людей, которые, несмотря на все происходящее вокруг, несут добро и созидание. И заразить этим позитивом всех вокруг. Основная цель организаторов этой ярмарки-фестиваля. Ну, слава Богу, сегодня Жаклин Чачибай, это супруга Гевиша Меловича. Вместе с нашим коллективом Новофонской пещерой, созданным фондом имени Смир Гевиша Меловича, у нас появились эти возможности. И все вот эти работы, все эти организации под ее чутким руководством мы сегодня проводим ради того, чтобы наша молодежь, наш народ сегодня мог понимать, что вот вокруг столько сегодня творится разного непонятного. А здесь мы собираемся, люди, которые понимаем, что надо заниматься добром, радостными какими-то, приятными какими-то делами. Мы можем поделиться с кем-то друг к другу, показать интересные новые моменты какие-то. Люди потянутся. По словам главного идейного вдохновителя фестиваля директора культурного центра имени Геви Смир, его вдовы Жаклин Чачибая, этот фестиваль – ярмарка воплощения мечты Геви Смир. Понимаете, у него была эта задумка, он не успел ее сделать до конца. Мы хотим создать пространство, где могла бы реализовывать себя молодежь, дети. Геви сам был творческий человек, И он всю жизнь ваял и что-то делал. А я наблюдала, и я знаю, как это тяжело, и сколько это нужно сил и труда вложить. Поэтому мастера, которые близки по духу, которые рядом с нами сегодня. Проект фестиваля ярмарки некоммерческий. Все, кто участвует в этом мероприятии, задействованы на безвозмездной основе. Но без расходов все равно не обойтись. И эту часть на себя взял фонд имени Гивисмыр. Спасибо огромное Чалмаз Мирону Михайловичу. Это фонд имени Гивисмыр, который образован в новоафонском комплексе пещер. Ну и просто люди, которые делают, вот столько времени находятся со мной, они делают бесплатно, просто, знаете, воодушевлены этой идеей. И вообще атмосфера получается какая-то волшебная, правда, на самом деле. И все рядом стоят. И администрация города, и школа, которая нам предоставляет парту уже второй год, понимаете. И, в общем-то, все так сообщаю, хорошо получается. Фестиваль имени Гивисмыр продлится еще два дня. 8 мая выступят детские музыкальные коллективы. 9 мая будет проводиться поэтический вечер. А ярмарка работает все три дня. Мария Накотова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.